Владимир Апаначевич Обручев Плутония Радисплуги Наша земля существует уже многие миллионы лет, в течение которых жизнь на её поверхности испытала большие изменения, образовавшиеся во тёплой воде первых морей сгустки белкового вещества мало по малу усложняясь, превратились в ряд разнообразных растительных и животных организмов, которые через бесчисленные поколения достигли современного состояния. Это изменение органических организмов можно проследить, изучая эти остатки, сохранившиеся в тоньше земной коры в виде окаменевости, которые позволяют нам составить довольно полное представление о том, какие растения животные населяли поверхность земли в минувшие времена в течение так называемых геологических периодов, которые насчитывали одиннадцать с тех пор, как формировалась органическая жизнь. И чем дальше отстоит данный период под современностью, тем больше разница между формами свойственной ему органической жизни и современными изучением форм этой минувшей жизни их особенности условий существования и причин изменения, вымирания одних, развития и совершенствования других занимается отрасль науки, называемая палеонтологией. Я изучаюсь в некоторых высших школах, но и этому человеку интересно получить хотя бы общее представление о формах и условиях минувшей жизни. Эту задачу и попытался я решить в написанной мною книжке в виде научно-фантастический роман. Можно было бы описать, как на плитках камня находят отпечатки растений и по отдельным листьям составляют себе представление о дереве или кусте, как из камня освобождают разные раковины, кораллы и остатки живих морских без позвоночных ощущают их и определяют их наименованию как выкапывают с большими прираздорожностями кости позвоночных животных их составляют из них целые скелеты, о котором судят неопрежные внешности этих существ. но такие описания были бы очень длинны и скучны, они нужны только учащимся будущим палеонтологам, а широкому кругу считателей не дали бы живого представления о древних формах жизни. Поэтому я выбрал форму романа, но как повести читателя в этот мир давно исчезавших существ и обстановки, в которой они шли, я знаю только два романа, в которых сделана подобная попытка. 1 это роман живого верного путешествия к центру земли, в котором ученые спускаются вглубь по шерлу одного из вулканов Исландии и находят подземные пустоты, населенные загадочными существами и еще висевшими животными описанными смутно обратно на поверхность ученых выплывают пожары другого вулкана на плаху плав кипящего деревня и наконец даже расплавленной лаве это очень неправдоподобно жерла вулканов неотрытая труба идущая далеко вглубь они заполнены застывшей лавой на плоту по кипящей воде тем более по раскленной лаве плыть нельзя геологические ошибки в этом романе повыдили меня в 1900 в 1915 году и плутонию до этого случая я еще ничего не писал для молодых людей и не собирался этого делать второй роман Гонан Дойля в котором путешествующие по южной Америке открывают высокая очень труднодоступная плата отрезанная от всех окружающих мест и населенная первобытными людьми большими человекопоконными обьянами и некоторыми исчезнувшими других местах земли животными забравшиеся на плато исследователи подвергаются разным приключениям однако и в этом романе также много неправдоподобного он знакомил читателя только с миром близким к современному и произвел на меня такое салабое впечатление что я забыл его название отече его два раза и не очень давно гораздо позже чем роман верно хороший научно фантастический роман должен быть правдоподобен должен внушать читателю убеждениям что все описываемое события при известном слове могут иметь место что в них нет ничего сверхъестественного чудесного чудесного если в романе нагромождены разные чудеса это уже не роман а сказка для маленьких детей которым можно рассказывать всякие небылицы у уже первые издания романа плутония показали что он удовлетворяет условию правоподобности я получил у читателей немало писем на которых они совершенно серьезно спрашивали почему не снижаются новые экспириции плутония для изучения подземного мира другие предлагали себя в качестве членов будущей экспедиции третий интересовались дальнейшее сочетание путешественников выведенных в романе поэтому в последствии издания плутонии а пришлось объяснить читателям в последствии слове что для того чтобы познакомить их животными и растениями нескольких минувших периодов такой форме как будто они существуют и в настоящее время где-то внедр земли ему пришлось принять истинную гипотезу предложенную в начале прошлого века и серьезно обсуждающуюся тогда ученых она подробно изложена в предпоследней главе научной обещание который организатор экспедиции защищает ее справедливость действительности жертв она уже давно одевернута наукой а форматеется что и это издание плутонии подобно премьер побудет молодых считателей это ближе познакомиться с геологией и заняться этой интересной наукой которая выясняет состав и строение нашей планеты и рассказывает какие растения и животные населяли ее в минувшие периоды как они изменялись и изменяли друг друга пока из среды живых не выдвинулось мысляще существо человек ставший властелином земли неожиданное предложение профессор Каштанов известны путешествиями на новую землю в и и исследованием полярного Урала занимавших каждый друг диалоги в университете только что вернулся из своей лаборатории осенний семейстер кончился лекции и экзамены прекратились и профессор за большим местам о трехнедельных зимних каникулах в неделях недели о нет еще не старых порами сил и здоровья он думал долгнуть только дня два три а затем принять все мыслями заученые статью о геологическом соотношении урала иной земли пристеп к письменному столу в ожидании обеда хаштанов пересмотрел полученную за день почту перелистал несколько научных брошетов присланов ему авторами пробежал которых научных новинок немецкого книга издания наконец мне внимание приняло письмо в вашем живатом конвекте сам написано очень четкими но мелким почерком почерк своих обычных корреспондентов профессорного отлично это письмо незнакомого человека заинтересовал его хаштанов крыл конверт и с изумилением прочитал следующее монку самозы 1 декабря 1913 года глубоко уважаемый Петр Иванович зная вашу опытность поляда исследования и интерес который вы питаете биологии арктийской области я предлагаю вам принять участие в крупной экспедиции отправляем мною в будущем весной на один из или два года для изучения неизведанной счастья недовитого океана если вы принципиально согласны будьте добры приехать для лично переговоров 2 января 1914 года в полдень во москву гостиница метрополь где в этот день соберутся остальные предполагающие экспедиции и я если безусловно отказывайтесь не откажите извести по тому же адресу распроды по поездке во всяком случае будьте возмещены вполне преданный и уважающий вас Николай Иннокентьевич Труханов профессор опустил письмо и задумался Труханов как будто слышал эту фамилию но где и когда во связи с вопросами геопитики или астрономии нужно навести справки это крайне интересно с нас живет где-то на границе Монголии а снаряжает экспедиции литер океан Труханов протянул руку к телефону и вызвал своего коллегу профессора астрономии который сообщил следующее течение Труханов кончил университет и посетил себя геофизики и астрономии а недавно выстрел обсерваторию на высшем горы в Мунку-Сандых в Саянском критке на границе Монголии чтобы воспользоваться чистотой и прозрачностью воздуха восточной Сибири в течение долгих зим изобилующих безоблачными днями и ночами но при чем тут полярные области над ледовитым океаном атмосфера во всяком случае меня благоприятно для астрономистов наблюдения чем на горе Мунку-Сандых на этот пост астроном не мог дать никакого директора ничего не оставалось как одоложить удовлетворение своего любопытства до второго января он конечно решил жить в Москву как му как му му как му как му му